привет квадрофишинг на рыбалку поехал заодно поговорим о эхолотах такой мое понимание личное мнение вообще об этом может кому-то то профессиональные рыбаки с профессионального с оборудованием уже общаетесь можете вырубать вам это скорее всего не пригодится но там может кое-что умное скажу свои мысли по поводу panoptics актив таргета мемберда лоуренса гармина в чем приколы в чем разница кому что надо по конкретней что называется теперь о брендах в моем понимании ну так вот начнем с чего начнем сначала наверное с нижнего сканера этот даун скан так называется которую видите вниз линию дна не боковые лучи а именно за традиционный сонар говорить не буду устаревшая технология она как бы полезно иногда бывает ну такое себе вот но он приступим нижний сканер хорош у гармина вот он получше чем лоуренса поприятней хотя у лоран у лоуренса в модели hdi который не hds и а именно hdi это младшая линейка которая раньше была сейчас я даже не знаю не ну делают же еще вот у них вот этот датчик который идет у hdi и он хорош я видел рыбу и хорошо колбаски на дне то и раз просматривались и нормальные у него нижний сканер а вот уже в старшей модели hds и которые пошли life fs к вот это все там датчики эти 3 в 1 у них он ну такой как-то он там показывает все равно широкую часть на срез рисует большой там наверно метров 45 он что-то сродни боковому лучу только перевернутый вниз и он уже ну такое в толще воде да и да видит он но около дна он как бы не видит он рыбу толком не так он по крайней мере показывает мне допустим не понравилось и сейчас хоть и life и датчик этот 3d шка у меня нет такого эффекта как у более простого этого датчика который шел наш дай так что по поводу этого это гармин конечно хомимберт не знаю не был у меня в пользовании по видосам судить ну такое как бы там боковые лучи да понятно проще посмотреть а с нижним сканером наверное все таки это гармин кому он если он нужен боковые лучи возьмем до боковые это конечно хомимберт соликс апекс у гармина боковые лучи дни фонтан особенно на мягком дне тяжело ему то есть как бы тяжело гармину не то что гармину тяжело гармин хреново показывает плотность дна вот где камни с разделения с илом с песком ракушечник вот это гармин показывает не очень по сравнению с лаврансом честно говоря хрень на твердом дне до более-менее нормально он работает рыбу показывает ну все таки лавранс боковых лучах он лучше чем гармин это не тут и спорить бесполезно по крайней мере на данный момент даже их 56 датчик гармина он хуже чем у лавранс и даже три в одном я уже не говорю за так дышку но у хомимберда боковые лучи не конкуренции тут уж ничего не сделаешь что называется и спорить бесполезно на самом деле хомимберт молодцы очень качественное боковое сканирование это именно у него что дальше у нас идет о чем мы говорим новомодный датчик panoptics у гармина и актив таргет 2 теперь уже у лавранса и у хомимберда я знаю тоже есть не знаю не видел как он там показывает вот этот датчик хомимберда живой ну по крайней мере на просторах интернета где кто как-то не встречаю я его видимо все таки дыма без огня не бывает раз люди не упарываются в этот датчик значит не очень он хорош хотя может быть я ошибаюсь но инфы по хомимберда вскому живому датчику у меня нет о чем еще сказать по поводу у кого лучше у кого хуже ну да гарминовский датчик в 62 он лучше чем актив таргет 2 потому что бьет дальше как бы по качеству картинки ну и знаю вживую я его не юзал но в интернете постоянно в на в роликах на ютюбе смотрю сравниваю потому что у меня у самого от 2 но актив таргет 2 и актив таргет 21 я пользовался тоже ну наверное да лучше гарминовский тут но понимаете не принципиально это все что там ой все гармин там круче не бывает что на голову выше а ты я бы не сказал да лучше процентов там каких-нибудь на 15-20 это 23 процентов на 15 и в дальности тоже но 62 да он дальнобойный он морской там типа считается он бьет там я думаю метров на 10 дальше чем а тэшка чему лауренса актив таргет 2 но ребята рыбачить и вы все равно бросать будете в рыбу да допустим метров 20 ну 25 максимум вот дальше вы просто не попадете в луч вы не попадете в рыбу поэтому вот 35 метров и дальше она ну постольку поскольку нужно это как бы еще одна опция это хорошо когда вы видите дальше не спорю конечно но в родной рыбалке именно то что вы будете бросать там за 30 метров сильно сомневаюсь все равно вы будете рыбу искать там 20-25 метров а 20-25 метров а тэшка видит тоже прекрасные приманку видит а рыбу видит вопросов никаких 30 какой-то мы у него еще это 62 да там получается 34 датчик да вот этот типа выпустил который не так далеко бьет у гармина но они примерно похожи с от 2 плюс минус там совсем разница вообще минимальная но спорить не буду отдаем пальму первенства конечно гармину покрасить его паноптик с а тэшка похуже тут спорить бесполезно но если у вас стоит вопрос из-за этого датчика переходить из лоуренса на гармин я думаю не стоит это делать но если только полностью весь комплект хотите поменять хотите продать свой лоуренс экран и именно упираться в паноптик с ну туда конечно да наверное стоит перейти а так докупаете а тэшку и никаких проблем вы будете ловить ту же рыбу что и парень с паноптик сам который будет стоять рядом с вами потому что видят они примерно одинаково на чем еще картография следующий да у нас картография что гармин что лоуренс хамминберт не знаю не буду говорить ничего потому что я его не видел как он работает с картами но говорят что очень сложно сам все особенно с меню поэтому хамминберт но это такая вещь как дополнение да наверное хамминберт ну гармин лоуренс примерно похожие штуки наверное у лоуренс карта глубин чуть повеселей рисуется но у гармина есть вот это актив капитан программка их очень полезная штука когда вы приезжаете на водоем которым вы еще не были вы можете из интернета подтянуть оттуда карту глубин которые отрисовали люди до вас это приятно это удобно будут спорить ничего плюс ко всему вот этот актив капитан он рисует путь по руслу реки там или водоема как вам до кого-то другого там водохранилище можно отрисовать и удобно в том что вы ставите себе допустим выходе путешествуете ставите по руслу реки и он вам отрисовывает расстояние плюс он видит глубины которые отрисовали люди еще раз повторюсь до вас и удобнее намного идти тут бесспорно это преимущество и очень большое но это преимущество для людей кто часто бывает на водоемах незнакомых меняет географию рыбалки если вы рыбачите не на реке на большой и не путешествуете не проходите там расстояние по 200 по 300 километров пусть даже ладно по 100 то как бы актив капитан ну наверное плюс минус да хорошо вы приезжаете вас рисован но все равно там есть покрежности по изменению уровня воды не спорю это хорошо когда есть но это не это не то чтобы критичное что вот все маст хэв это должно быть у всех нет такого я думаю что не обязательно допустим не в беларуси не нужно это потому что водоемы все у меня локальные реки тоже там 30 40 километров максимум проходит и актив капитан мне плюс-минус не надо а сама картография от лауренца ничем не хуже даже где-то получше чем у гармин поэтому тут такое есть плюсик кармину один балл за актив капитан но в остальном наверное одно и одно и то же теперь поговорим мы с вами наверно подытожим это дело если вы хотите упираться в panoptics с боковые на боковые вам лучше плевать что называется плюс-минус там есть они хорошо то это конечно гармин нужно его брать и плюс ко всему если вы далеко путешествуете меняете водоемы часто бываете на знакомых водоем это гармин тут даже нечего спорить если вы упираетесь боковые лучи и больше рыбачить и там именно не в поисках трофейной рыбы с panoptics а именно вот джиг рыбалка песочек ил там ищите рыбку на дне окунь не крупная рыба в общем то наверное это конечно хамминберт боковых лучах тут вопросов нет но panoptics мимо кассы если у вас хамминберт картография ну такое тоже как бы плюс-минус не очень хорошо если вы хотите универсальный прибор вот допустим это тем более если это ваш первый который будете покупать для рыбалки то это наверное все таки лавранс потому что это более сбалансированный прибор у него есть нормальная картография у него есть достойные боковые лучи у него есть если вы захотите потом двигаться вперед в конце концов актив таргет и он не хуже немножко чем panoptics и это все можно свои плюс еще у вас электромотор если вы подключаете motor guide то никаких проблем у вас связка электромотора вместе с эхолотом в этом тоже преимущество свое есть и у вас на базе одного прибора может полностью быть оборудована лодка со всеми технологиями которые сейчас присутствует в чем преимущество что лоранца есть все боковые достойные картография достойная panoptics вот этот который актив до так достойный и плюс это все плюс вы подключаете motor guide хотите подешевле мотор ради бога хотите подороже можете купить от лоранца их электромотор родной что называется и поставить я не топлю за то что вот у меня лавранс поэтому ребята все берите круче не бывает нет у всех идеальных приборов на данный момент не существует garmin это panoptics нижний сканер и плюс актив капитан боковые лучи отстойные тут надо признать хаммемберт боковые лучи охрененные лучшие мире что называется нижний сканер не скажу картография такое себе panoptics извините хрень а лауренс он как бы вот и получается что он в серединке стоит не лучшие боковые лучи но и не худшие нижний сканер не лучший ну и не худший скажем прямо panoptics тот же от и 2 до актив таргет 2 не лучший но и не худший много хорошо универсальные вещи конечно типа дерьмо во все потому что там все одно такое себе как инструменты пять в одном шесть в одном всем в ничего толковым нет нет я не соглашусь тут немного не так это именно сбалансированный прибор нормальной картографии с нормальными боковиками с нормальным актив таргет с нормальной картографии и этот прибор вот он устанавливается один водку если вы в процессе будете ставить думать о том что я буду ставить два прибора то тогда конечно наверное лауренс вообще не нужен вам нужно купить для картографии panoptics а и актив капитан и нижний сканер этого устанавливаете себе гармин и для боковых лучей ставите рядом хамминберт все это будет тема у вас будет можно сказать все самое лучшее в лодке стоять ну плюс-минус боковики будут охрененные нижний сканер хороший panoptics будет который считается сейчас лучшим в мире картография нормальная будет не лучшая но нормальная гармина картография ну и плюс актив капитан поэтому вот такая ситуация если на базе одного прибора значит это будет лауренс такое мое мнение надо на двадцать третий год может быть через там вот два что-то сменится может кто-то выстрелит еще покруче что-то придумывает потому что все-таки технологии не стоят на месте поэтому ребята вот мое мнение о приборах на данный момент об эхолокации если что-то где-то не прав как говорится поправьте комментарии приветствуются все до встречи на канале квадрофишинг подписываемся ставим лайки поддерживаем канал чтобы была мотивация снимать я видел что людям это нужно и просмотры тому как говорится с лайками и комментариями подтверждение пока